МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ожидание затянулось. Жители дома номер 2 на улице Калинина обеспокоены отсутствием горячего водоснабжения. Услуги нет третий месяц. В Первомайском Белке в парке Дружбы Лотосы Благовещенцев призывают беречь нынешнее и будущее достопримечательности мест отдыха. Лето в цифре. Занятия в центре IT-клуб не прекращаются. В августе здесь открыли профильные смены. Обо всем более подробно в материалах наших корреспондентов в эфире новости города. Здравствуйте. Восьмилетняя девочка угодила под колеса иномарки в Благовещенске. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. ЧП случилось в районе пересечения улиц Лозо и Амурской. Видеопроисшествия опубликовали в соцсетях. Девочка перебегала дорогу в нескольких метрах от зебры. И ее сбила иномарка, за рулем которой находилась женщина. От удара ребенок потерял сознание. Скорая увезла пострадавшую в больницу. Медики предполагают у нее сотрясение головного мозга. Полиция устанавливает все обстоятельства. А прокуратура тем временем проводит проверку по факту ДТП. Прокуратурой города Благовещенска проверяется исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Выясняются обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка родителям или законным представителям несовершеннолетней девочки. Поскольку в момент совершения несчастного случая она находилась одна, без присмотра взрослых. В другом жестком ДТП в микрорайоне пострадала сама автоледи на Новотройском шоссе. Ее иномарку изрядно помяли два КамАЗа. Авария случилась в районе дома номер 26 по Новотройскому шоссе. Тойота, которой управляла женщина, столкнулась с КамАЗом. От удара иномарку отбросила на полосу встречного движения, где она врезалась во второй КамАЗ. Водителю легковушки вызвали скорую, но от госпитализации она отказалась. В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются полицейские. Местные правоохранители задержали вора, который выманил у прохожего телефон и уехал с ним на такси, вызванном с того же гаджета. Подозреваемого нашли и установили причастность 37-летнего благовещенца к шести подобным эпизодам. Злоумышленник действовал по одной схеме. Просил на улицах у прохожих сотовый телефон, чтобы сделать важный звонок. А получив мобильный, убегал. Кроме того, промышлял квартирными кражами. Сейчас задержаны под стражей. А в изолятор временного содержания накануне поместили двух мужчин, подозреваемых в ночном нападении на благовещенку. Молодые люди вечером познакомились с 28-летней горожанкой, а к утру ее ограбили. Сорвали с шеи золотую цепочку, забрали телефон. Одного из парней задержали по горячим следам, второго позже. Оба дали признательные показания. И к другим темам. Без горячей воды с начала лета остаются жители дома номер два по улице Каленина. Сначала в городе прошли гидравлические испытания. После в районе приступили к плановому ремонту сетей, к новому отопительному сезону. А потом раскопали улицу Ленина. Свет в конце тоннеля забрежил, когда на подъезде разместили объявление. Услугу вернут 8 августа. Почему до сих пор этого не случилось, узнала наша съемочная группа. Литература холодная совершенно идет. Вместо горячей еще и ржавая. К тому, что из крана в ванну идет только холодная вода, пенсионерка Тамара Балигузова уже не удивляется. За все лето горячей не было ни капли. Отсюда проблемы. Разорилась на чистящих средствах. Трубы, говорят, засоряются махом, а все потому, что посуду моют в холодной воде. Здоровья от этого, кстати, тоже крепче не стало. Это мытье уже надоело в течение двух месяцев. Посуду эту мыть и убирать, конечно, это очень удобно. Во-вторых, у меня полиартрит. У меня суставы болят и холодной водой это очень плохо. Сейчас началась засолка, тем более. Все это перемыть, все это приготовить, все банки закрутить. Нужна обязательно горячая вода. С Тамарой Петровной Солидарной и ее соседи испытывают те же неудобства. Говорят, все бы уже водонагреватели поставили. Вот только проводка в старенькой четырехэтажке настолько ветхая, что бойли разгорают в два счета. Узнать, когда же им вернут коммунальное благо, пытались, но по телефону службы только кивали друг на друга. Сами собственники подозревают, почему нет воды. На улице Ленина за их домами, которой месяц идет ремонт сетей. Там находятся три человека. Они ходят вокруг этой ямы и ничего не делают. И так день изо дня. Я каждый день хожу на работу мимо этого. То есть работа никакой не ведется. В подрядной организации слова горожанина подтвердили. Вести работы по замене сетей на участке улицы Ленина от Шевченко до Мухина им мешает высокий уровень грунтовых вод. Заступая на объект срок отключения горячий до 8 августа, строители определили с запасом. Планировали даже вернуть услугу раньше. Но из-за паводка в конце июня, теперь и в августе вместо ремонтных работ качают воду. Подтверждают ситуацию и в управлении ЖКХ. Очень быстро набирается вода снова. И плюс к этому проведение работы осложняется обрушением грунта, опять же из-за обводнения. Поэтому сейчас мы очень ждем снижения уровня. Подрядная организация пообещала сделать все возможное, чтобы быстрее завершить ремонт на сетях. Но точных сроков, когда вода вернется к потребителю, не называют. Ориентировочно это может произойти через полторы-две недели. Алена Лепкалова, Дмитрий Козлов, программа «Город». По Зее ограничили движение маломерных судов и водных мотоциклов. Они создают волну и способствуют разрушению дамб. Насыпь в селе Устивановка прорвало под натиском реки накануне. Есть угроза подтопления трех жилых домов. В Благовещенском районе сохраняется сложная ситуация из-за подъема уровня воды в Зее. Во Владимировке и Устивановке укрепляют дамбы мешками с грунтом. В Волково подтоплено три дома, 18 в Зазейском. Частично ушли под воду два участка дорог в районе. В общем их по области 37. Без автомобильного сообщения остаются 30 населенных пунктов. Вода остается в 165 домах, более чем на 1300 участках. В 7 пунктов временного размещения переехали 84 человека. Пострадавшие от второй волны паводка подали первые 37 комплектов документов на оказание помощи из регионального бюджета. Амурская область и Республика Беларусь договорились сотрудничать до 2023 года и подписали комплексный план мероприятий на заседании рабочей группы, которое прошло в режиме видеосвязи. В подписанном плане 14 пунктов. В частности, стороны планируют увеличить взаимную торговлю сельхозпродукцией и продовольственными товарами, а также нарастить объемы поставок белорусской продукции и машиностроения в Амурскую область. Потребность наши специалисты просчитают к середине следующего месяца. Кроме того, Беларусь и Преамуре высказали намерение наладить сотрудничество в сфере культуры, спорта и туризма. А в завершении встречи белорусская сторона пригласила амурчан поучаствовать в двух крупнейших выставках – «Продэкспо» и «Беларусь молочная», которые пройдут осенью текущего года. Новые горки, рукоходы и турники украсят двор на Шамановского 40. Игровые комплексы возле многоквартирных домов обустраивают в рамках муниципальной программы. Спортивный и игровой инвентарь к осени появятся примерно в 100 дворах областной столицы. На монтаж и установку каждого у рабочих уходит примерно один день. Еще три понадобятся для того, чтобы бетон застыл и составляющие комплекса зафиксировались. Вместе с подрядчиком и вместе с инициативной группой данного дома мы определили места по установке и качель, и детского игрового комплекса. Жители инициативные, работы проводятся под контролем. Появлению новых качелей из Красноярска радуются не только жители дома номер 40, но и их соседи, которые часто заходят во двор на прогулку. В Благовещенском парке «Дружба» планируют высадить лотосы. С такой инициативой генеральному директору общественно-культурного центра Надежде Багровой обратилась одна общественная организация. У нас идея уже давно крутилась в головах, что все-таки хотелось бы, чтобы в наших озерах росли лотосы. Но не было специалистов, которые могут это все сделать. И вот общественники извили желание. И я думаю, на следующей неделе мы уже начнем, приступим к высадке лотосов. То есть это надо нырять в озеро, чтобы там прижился, скажем так, росток. Высадить лотосы предварительно планируют на первом озере возле сцены. Того, что растения разрастутся, в парке не боятся. Главное, что уже в следующем году водоем украсят нежно-розовые бутоны. И это станет еще одной достопримечательностью не только парка «Дружба», но и города Благовещенска. Тем временем, достояние Первомайского парка «Белки» оказались под угрозой. Из-за реконструкции места отдыха хвостатые все чаще стали покидать зеленую территорию и попадать под машины. Олег Имамеев попросил автомобилистов быть как можно внимательнее в этом районе. О трагических происшествиях с «Белками» мэру сообщили зоозащитники. И он обратился к городским автомобилистам в Телеграм. Олег Имамеев отметил важность «Белок» как постоянных обитателей парка и призвал боговещенцев сохранить им жизнь. Напомним, работы в Первомайском парке начались в июле. Его планируют полностью реконструировать, но при этом сохранить природную составляющую этого места. Сейчас парк закрыт для посещения. Завершить первый этап работ планируют к 15 октября. В мир информационных технологий, гаджетов и приложений погрузились юные благовещенцы. Для них в центре IT-куб проводят профильные смены «Цифровое лето». Дети учатся собирать роботов, писать программы на разных языках, познают азы кибергигиены. Следующий сюжет в продолжении темы. Сейчас я цепляю колеса для моего проекта. Робот Дарьи Козловой сначала обзаведется колесами, потом проводами. С их помощью девочка загрузит на машину программу, которая позволит управлять конструкцией. Ее 10-летняя Даша собрала быстро, потому что занимается робототехникой 4 года. По итогам смены в IT-кубе девочке предстоит защитить проект. Показать, как ей удалось настроить робота на участие в гонках. Он будет у нас, если он видит черный, он будет останавливаться и поворачиваться на 360 градусов и ехать наобратно. Вообще, если другой цвет, например, если красный, он съедет, и он может только ехать вперед и быстрее. Помимо сборки роботов, школьников учат программированию на языке Scratch. Они пробуют создавать свои мини-игры, небольшие мультфильмы, анимированные картинки. Участвуют в смене как опытные дети, так и те, кто только делает первые шаги в цифровом пространстве. Но педагоги находят подход к каждому ребенку. Даже получались случаи, когда ребята подходили, помогали другим, и это им было на пользу. То есть они чувствовали себя такие в роли учителя, помощника учителя. Все прошло успешно. Да, где-то было им индивидуальное задание, что-то придумать посложнее. Но они были этому даже рады. «Цифровое лето» – это полноценный лагерь дневного пребывания. После каждого занятия дети выходят на улицу и участвуют в подвижных играх. После возвращаются к учебному процессу. Он организован по тем дисциплинам, которые в этом году в центре только начнут преподавать. Чтобы, во-первых, ребята могли познакомиться с нашим центром, потому что в этом году мы открываем еще больше новых направлений. И, конечно же, у родителей тоже есть вопросы. Что за направления, чему на них будут учиться. И вот именно в рамках этого мы знакомим с нашими направлениями центра, наших ребят. В IT-кубе есть как краткосрочные программы обучения, так и долгосрочные. Найти их получится на сайте навигатора доп. образования. По окончании курса дети получат сертификаты, которые дадут дополнительные баллы при поступлении в технические вузы. Евгения Иванова, Алена Лепкалова, Дмитрий Козлов. Программа «Город». Как записать ребенка на занятия в IT-куб? И у кого просить помощи, если решил избавиться от вредных привычек? Расскажем в новом выпуске рубрики «Телесправочник». Он выйдет в эфир сразу после прогноза погоды и гидрологии. А я с вами прощаюсь и напоминаю. Свои истории, фото и видео присылайте на наш WhatsApp. Читайте «Город» в Instagram. Будьте здоровы и до встречи в эфире. В пятницу 13 августа в Благовещенске утром на небе не облачко, на термометрах плюс 16, легкий северо-западный ветер. Днем он не изменится, на небо набегут облака, потеплеет на 8 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до плюс 20, разъяснится, слабый северный ветер. Ночью небо чистое, ветер слабый, похолодает на 4 градуса. Атмосферное давление на протяжении всех суток будет держаться в пределах нормы, преимущественно 749 миллиметров ртутного столба. Проведите время с близкими. На Верхнем Амуре сохраняется тенденция подъема воды. Затопленными остаются поймы на реках Амур, Зея, Том, Бурея, Завитая. В районе областной столицы Амур за сутки прибавил 13 сантиметров. Уровень воды в реке составляет 688 сантиметров. До отметки неблагоприятное явление осталось 12 делений. Зея в районе Благовещенска прибавила 9 сантиметров. Сейчас ее уровень составляет 693 сантиметра. В районе Белогория уровень реки достиг 766 сантиметров за сутки плюс 8. Отметка «Опасное явление» превышена на 36 делений. Как побороть вредные привычки и что делать, если должник обязан уплачивать элементы по решению российского суда проживает за пределами РФ? На эти и другие вопросы ответит телесправочник в студии Алена Лепкалова. Здравствуйте! Первой в редакцию обратилась Людмила Павленко. Она индивидуальный предприниматель. Хочет получить квалифицированную электронную подпись. Можно ли это сделать в налоговой? Какие документы туда нужно предоставить? С 1 июля получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи можно в территориальных налоговых органах. Обратиться за получением квалифицированного сертификата в удостоверяющий центр ФНС России могут юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус. Для получения квалифицированного сертификата необходимо следующее. Документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, USB-носитель ключевой информации. Следующим в редакцию обратился Игорь Кравченко. Благовещенец заметил, что на контейнерной площадке около его дома мусор лежит прямо возле баков. Уже несколько дней. Кто должен его убрать, управляйка или рекоператор? Время на содержание контейнерной площадки возлагается на собственников контейнерных площадок. Либо на управляющую компанию, если это многоквартирный дом. Либо на юридическое лицо, если площадка принадлежит ему. Также на собственника частного контейнера, если этот контейнер находится на частной территории. В новом учебном году хочу отдать своего сына на занятия в IT-куб. Он мечтает конструировать роботов. Подскажите, как это сделать? С таким вопросом к нам обратилась Екатерина Новгородцева. Запись на новый учебный год мы открываем с 23 августа на навигаторе доп. образования. Нужно будет пройти и найти нас в качестве организатора от ЦЦОД IT-куб и уже выбрать интересующее направление. Зайти во вкладочку каждого обязательно. Изучить расписание очень внимательно и подать заявочку. Куда более проблемный вопрос. У Василисы Новикова и бывшего мужа Благовещенки суд обязал выплачивать алименты на их сына. Но полгода назад он переехал жить в другую страну. Регулируются ли такие обстоятельства законом? Где с ним ознакомиться? Вопрос об исполнении за рубежом судебных решений он связан непосредственно с наличием международного договора. Перечень международных договоров Российской Федерации, который предусматривает взаимное признание и исполнение, находится и размещен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России. Не могу избавиться от вредной привычки. Постоянно сижу за компьютерными играми. Как исправить ситуацию и у кого попросить помощи, интересуется Даниил Савенко. Чаще всего, когда человеку необходимо справляться с зависимостью, с привычками, ему нужна альтернативная социум, альтернативная группа поддержки. Да, вот какие-то люди, которые эту культуру не поддерживают. В следующем выпуске мы расскажем, примут ли излишки линолеума обратно в магазин и можно ли обратиться с жалобой на водителя автобуса, если он проехал нужную остановку. Если у вас тоже есть вопросы, звоните в редакцию, пишите их в инстаграм. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин